Если ты стал лидером рынка в России, и у тебя 20% российского рынка, то сколько это денег? То есть это ты чемпион России стал. Понимаешь, если ты стал чемпионом мира по стрельбе из лука, то ты будешь с мамой жить. Если ты станешь чемпионом мира по футболу, то мама с тобой будет жить. Вот в чём разница. Усилия такие же. Особенно меня поражает, как можно вообще заниматься. Я очень многих спрашиваю, какой нишей ты занимаешься? А вот этой. А кто чемпион России по этой нише? Не знаю. Ну то есть кто номер один? Кто в мире? Не знаю. Это же трындец. Представляешь себе, мальчик футболом занимается и не знает, кто такой Рональдо. Кто чемпион России? Это же ему непостижимое. Бизнес – это же спорт. Ну это сразу показывает, что человек вообще никаких шансов. Он просто непонятно вообще по залёту попал в бизнес, ни по расчёту, ни по… То есть ты не знаешь, кто чемпион России? Какой оборот у него? Какая доля, какой оборот? Таким образом, если ты скажешь, у него доля 20%, оборот – миллиард долларов, значит весь российский рынок 5 миллиардов. Вот тебе призовой фонд. Вот так определяется. Где самый большой призовой фонд в бизнесе, в спорте? В футбол, в боксе очень большой, в баскетбол. А есть метание ядра. Ты чемпион мира? Ну дай бог, чтобы тебе там 200 долларов дали, выдали. Но зато Путин медаль может тебе повесить в Кремле. В чём смысл? Я так сильно люблю метание ядра. Или в чём смысл? Если ты уже столько сил вкладываешь, так найди ту нишу, где очень большой призовой фонд. То есть объём рынка это называется, страны и мира. Сейчас глобализация, поэтому любой нормальный, уважающий себя бизнесмен, когда он развивается, он должен мыслить глобально, а не страной. А значит, это мировой рынок какой-то. И всё, тогда появляется азарт. Ставишь цель, понимаешь, какой призовой фонд, ставишь цель – стать чемпионом мира. Условообразно, то есть там 10% доли. Есть такие бизнесы, где чемпион мира у него 3%. 3% мирового рынка, и это уже, это номер один компания. У Магнита, по-моему, сейчас 7%. Магнит, у которого 17 тысяч магазинов, у него, по-моему, 7% всего, только 7% ритейла. И у пятёрочки в 7-8, вот так. Это чемпион первый, второй месяц, представляешь? Это не 80% рынка, это не монополия. А оборот Магнита в прошлом году – триллион рублей. В этом не знаю в прошлом году, или в позапрошлом, читал. А ты хочешь каким-то непонятным способом тестировать. Что ты там будешь тестировать? Есть компании, у которой, к примеру, там миллиард долларов или 100 миллионов оборотов. Значит, люди реагируют. Если ты будешь уметь то, что умеют они, так вот себя тоже будут покупать? Что тестировать? Ты сейчас откроешь продуктовый магазин у дома. Зачем тестировать, если мы знаем, что 17 тысяч магнитов? Если ты откроешь неправильно, неправильный ассортимент, неправильные цены, так не будут покупать? Зачем тестировать? Надо просто сделать правильно. Друзья, наконец-то пришёл тот момент, где я принял решение создать программу, которая посвящена одному из самых главных моментов в бизнесе – это правильный выбор ниши. Никто этому не учит, ни в каких книгах я это не читал, но сам благодаря своему 26-летнему опыту в бизнесе я пришёл к тому, что если ниша выбрана неправильно, то в ней невозможно добиться больших результатов. Я называю это «стрельба из лука». Аналогия со спортом, бизнес – это спорт. Так вот, если ты выбрал нишу «стрельба из лука» и стал чемпионом мира, то будешь жить с мамой. Если выбрал футбол и стал чемпионом мира, то мама будет жить с тобой. То есть получается, что для того, чтобы стать чемпионом мира, для того, чтобы стать профессионалом, трудиться нужно одинаково, но общество награждается всем по-разному. Потому что одни ниши более популярны, и отклик от клиентов легче, одни ниши очень сложны. И даже можно работать лучше, а зарабатывать в разы меньше. Я этого не знал, меня этого никто не учил. Я разобрался в этом вопросе благодаря вот всему своему опыту 26-летнему. И сейчас я готов полностью выложить все эти знания вам, разложить большинство ниш по косточкам, объяснить, что вас ждет в каждой из этих ниш, если вы научитесь работать хорошо, сколько вы сможете заработать, какая капитализация может быть компании. Поэтому это невероятно важный, полезный, интересный курс. Если бы эта программа существовала, когда я начинал в бизнесе, и даже, может быть, через 10 лет после того, как я начинал, и, может, даже через 15 лет после того, как я начинал, я бы 100% бы ее бы обязательно прошел эту программу. Поэтому я вам настоятельно рекомендую пройти эту программу, тогда выбор ниши у вас будет осознанным. А это очень многое решает. Неправильное одно решение, выборы ниш, потом огромное количество усилий, и нет результата, и нужно опять начинать с нуля. Поэтому присоединяйтесь. Начало программы 1 ноября. Жду вас на уроках. Время — это ресурс. А для того, чтобы заработать миллион, нужны не ресурсы, а ресурсность. Ресурсность — это внутренняя сила. Внутренняя сила плюс знание дают тебе очень большую ресурсность, и дальше ты можешь уже с этой... Алекс, приветствую. Друзья, приветствую. Подключайтесь. Те, кто смотрят нас сейчас в Ютубе, друзья, тему в поисках золотой ниши, она выбрана не случайно. Сегодня мы детально будем задавать Алексу вопрос о том, что, как, почему, что вас ждет. В конце, кстати, вас ждет подарок. Но для того, чтобы включиться, вы уже написали, кто из каких городов. Напишите. Если у вас уже есть бизнес, поставьте плюсик, и рядом напишите, какая ниша. Плюсик, и рядом какая ниша, чтобы мы понимали еще кто. Если нет бизнеса, просто минус, и если вы хотите определиться с нишей, просто рядом пишите. Алекс, скажи, пожалуйста, выбор ниши для тебя, когда ты шел именно к той нише, которая вот сейчас у тебя есть, и понимание это, когда ты не владел знанием, поделись, знаешь, сколько ты потерял. Знаешь, как говорят, расскажи о том, не обладая знанием о правильной нише, сколько ты потерял времени, сил, нервов. Ну, смотрите, бизнес – это спорт, а ниша – это вид спорта. И когда тебе там 7 лет, и мама тебя отвела на стрельбу из лука, потому что она когда-то была влюблена в стрелка из лука, ты же не понимаешь, хорошее – это вообще, ты просто начинаешь стрелять, тебе нравится. Любой вид спорта, он кайфовый для ребенка. То есть там можно найти свой интерес, там конкуренция, там чемпионаты, там достижения, прогресс. Но потом ты становишься чемпионом мира, в лучшем случае, и у тебя практически нет денег. И ты смотришь на своих друзей по олимпийской сборной, которые там занимаются футболом, баскетболом, там какими-то другими видами спорта, которые вложили столько же сил, энергии, как и ты, не больше, тоже тренировались столько же, сколько и ты. Но они очень много стали зарабатывать. Потому что есть виды спорта, в которых высокая компенсация за высокие достижения. А есть виды спорта, где слабая компенсация за высокие достижения, за такие же достижения. Точно так же и в бизнесе. Есть ниши, в которых как бы ты ни старался, сколько бы ты ни трудился, каких бы ты высот не достиг в этой нише, это все равно будет какой-то малый или средний бизнес, и не будет больших денег. А есть бизнесы, в которых масштабируемые, в которых можно построить большой компанией, приложив такие же усилия, можно быть богатым и счастливым, а не бедным и несчастным. Потому что, в принципе, бизнес — это же много трудимся, много вкладываем энергии, мы же хотим результаты. а результаты — это деньги. И я всего этого не понимал. И хочу, чтобы вы не совершали моих ошибок, и чтобы вы понимали. Поэтому и я решил создать новую программу, где мы будем все ниши основные проходить и разбираться, где хорошая, где плохая, чтобы вы просто теперь уже на всю жизнь научились правильно выбирать. Сначала надо правильно сделать выбор, а потом уже трудиться. Еще аналогия есть с выбором мужа или с выбором жены. Если ты неправильно выбрал жену, то как бы ты не работал над собой, как бы ты не прочитал бы все книги по отношениям и по личностному росту, у вас все равно не будет прекрасных отношений. Это просто не твой человек, неправильно выбранный человек. И для женщин это неправильный муж. Многие вот женщины ходят на учиться отношениям, там на раз сейчас много учителей есть. И они пытаются что-то сделать в своей семье, но на самом деле все бесполезно, потому что во многих случаях просто муж неправильно выбранный. Пока она не разведется, то есть это как ниша неправильно выбрана, вид спорта неправильно выбран и в отношениях неправильно выбран партнер. То есть получается, что для успеха нужно сначала правильно выбрать нишу в бизнесе, в отношениях партнера, а потом уже учиться, учиться технике управления, развивать бизнес-мышление, развивать лидерские качества. То есть есть четыре всего составляющих для того, чтобы построить большой бизнес. Первое, это выбрать правильно нишу. Без этого ничего не получится. Без этого ты будешь как ездить в спортзале на велосипеде ехать. Крутишь педали, но стоишь на месте или там на беговой дорожке. Первое, это выбранная ниша. Второе, это если ниша уже выбранная, все, ты правильные ниши. Дальше надо развивать лидерские качества. Нужно развивать бизнес-интеллект. Второе, ну, третье, первая ниша, второе, лидерские качества, третье, бизнес-интеллект и четвертое, технику управления. Поэтому в моей бизнес-школе есть все четыре программы. Сейчас вот появляется вот это четвертое. Я очень этому рад, потому что все, это уже, больше уже ничего нет. Есть выбранная правильная ниша, а потом лидерство, бизнес-интеллект и менеджмент. Менеджмент есть у нас программы, это бизнес за стеклом, это масштабирование, лидерство, это мышление миллионера и по инвестиции мы изучаем Баффета, это бизнес-интеллект. Но второе, третье, четвертое только имеет смысл в том случае, если выбрана правильная ниша. Если неправильно выбран муж, сколько ты ему борщ не готовь, вкусный, сколько ты ему носки не стирай, счастья все равно у вас не будет. Поэтому на самом деле выбор ниш это самое главное. Алекс, получается, что даже если человек лидер внутри сильный и даже чувствует потенциал у себя в управлении, если плохая ниша, он просто не раскроется в ней, правильно? Да, просто не раскроется, как женщина не раскроется в... которая могла бы раскрыться, если неправильно выбран у нее спутник или мужчина, если неправильно спутница. Также и бизнесмен мог бы стать миллиардером, а будет всегда сражаться за выживание. А мог бы стать миллиардером, если бы ниша была правильной. вот такая огромная разница. А когда у тебя не получается с той скоростью, с которой ты бы хотел, это очень сильно на здоровье влияет. Ты начинаешь терять уверенность в себе, это уже начинает возникать проблемы и в семье, и в здоровье, во всем. Потому что если у человека большой потенциал, и у него большой масштаб личности, то ему хочется, даже не хочется, неправильное слово, у него потребность построить что-то большое, потребность, потребность большую игру играть. Масштабный человек, неправильно выбрав нишу, у него все будет с трудом, со скрипом двигаться. он будет думать, что причина в нем, он будет думать, что причина в нем, а причина не в нем. Если ниша выбрана правильно, тогда причина в тебе. Если правильно выбрана ниша, это не значит, что ты построишь большую компанию. Если ты занялся футболом, это правильный вид спорта для того, чтобы получить вознаграждение большое. если ты станешь крутым футболистом, не все, кто выбирает футбол или хоккей или баскетбол, такие ниши, виды спорта, где можно много денег заработать, не все же много зарабатывают. Правильно выбранная ниша, это тоже еще не все. Дальше начинается лидерство, бизнес-интеллект и менеджмент. А если масштабный человек неправильно выбрал нишу, сколько бы он не зарабатывал, он будет несчастный. Я же это говорю все не из книг, я говорю это из собственного опыта. Я бизнесом занялся в 24 года, правильную нишу нашел в 46. Я 22 года шлялся по неправильным нишам, не понимая этого. Я приведу позже, давайте я расскажу. Поэтому вы не представляете насколько вам повезло сейчас то, что вы слышите эту информацию. Вы можете десятки лет сохранить нервы и здоровье. и я кстати много зарабатывал в той нише, в которой я был. Я зарабатывал много, но так как у меня масштаб личности очень большой, я мечтал построить всегда огромную компанию, мультимиллиардную компанию, одну из самых крупных компаний. и те деньги, которые я зарабатывал, они меня не делали счастливыми, потому что для меня счастье это для масштабного человека, он только может быть счастлив, если он потенциал свой реализовывает, если он чувствует, что он не отстает. Часы тикают, тик, тик, жизнь идет, и он должен с большой скоростью развиваться, тогда он удовлетворен, он счастлив, потенциал реализовывается. А если он чувствует, начинает чувствовать, что он отстает от реализации своего потенциала, время идет, сколько бы он не зарабатывал, он будет несчастный. Вот это мой был случай. Вот, поэтому единственный единственный вариант это подойти к этому осознанно. Вот как много есть видов спорта, как много есть разных мужчин и женщин, разных психотипов, и также есть много ниш. Нужно разобраться, нужно пройти большое количество ниш, то, что мы будем делать на программе, и я буду глубоко каждую нишу разбирать и показывать плюсы, минусы, чего можно достичь максимально в этой нише. Было бы здорово, если бы до выбора спутника жизни можно было 100 разных психотипов мужчин глубоко разобрать и осознанно понимать. Вот я сейчас влюбилась, мы же начинаем отношения, я это называю по залету, не обязательно там, ну, неосознанно, вот так нишу мы выбираем по залету. В какую случайно попала там работать, посмотрела, открыла такой же бизнес, просто потому, что случайно попала на такую работу или как-то это все, это неосознанно произошло. И очень много судьб калечится таким образом, поэтому я I'm very excited, как говорят в Америке, я очень счастлив, что наконец-то пришло время, где я могу вам преподать такой курс. Мне 50 лет, я 26 лет занимаюсь бизнесом, я только сейчас созрел для этой программы. Это, во-первых, мой личный опыт в разных плохих нишах, где, может быть, как дойная корова можно зарабатывать, но большую компанию не построишь. Потом 10 лет преподавания моего, я уже 10 лет преподаю, и я сталкиваюсь с огромным количеством студентов, учеников, у которых разные ниши. То есть я сам многими нишами занимался, и через учеников я тоже много видел уже ниш, поэтому у меня сформировалось сейчас такое понимание, и впервые в истории, интересно делать вещи, которые впервые в истории, впервые в истории. Такого же нет вообще, да. Нет, ни на одном языке, впервые в истории вот такая появляется программа, настоящая, практическая, где после прохождения этой программы каждый в принципе начнет понимать, что это стрельба из лука, то, чем он начинает заниматься, метание ядра, или это футбол, хоккей, гольф, теннис, высокооплачиваемые виды спорта. То есть в принципе, если ты чемпион мира по метанию ядра, ты будешь с мамой жить. Если ты чемпион мира по теннису, мама с тобой будет жить. В этом-то разница. Но если еще спортом, музыкой, там романтики такие занимаются, много еще есть таких, которых деньги не волнуют. им не столь важно, ну, там другие ценности, но бизнесом-то занимаются люди, там же результаты и есть деньги. Если серьезно занимаешься бизнесом, ты хочешь, чтобы у тебя капитализация компании была большой, если ты серьезный игрок, значит, ты себя неполноценным чувствуешь. Ты же соревнуешься со всеми другими компаниями. Нет же соревнования ниша салонной красоты и вот между ними чемпионат. Нет, если ты посмотришь Forbes, если ты посмотришь рейтинг самых крупных компаний мира, там на первом месте сейчас Microsoft, триллион долларов, там с чем-то, там Alibaba и так далее. Они все в разных нишах. тут общий зачет. Если ты серьезно занимаешься бизнесом, ты хочешь быть чемпионом мира, ты хочешь большую компанию построить. Не просто, чтобы она зарабатывала какие-то деньги, потому что есть же дойные коровы, а есть дойная корова из капитализации. Когда сам бизнес стоит, ты сам бизнес можешь продать. Бывает бизнес, где зарабатываешь нормальные деньги на жизнь хватает, но его продать нельзя, он ничего не стоит. А значит, ты являешься рабом этого бизнеса. Ты не можешь уехать, ты не можешь, он только работает с тобой, без тебя он не работает. Да. Алекс, получается, что этот курс, он подходит как тем, у кого уже есть ниша, так и тем, кто еще думает, потому что вот то, что ты вначале сказал, если ниша не та, а амбиции и потенциал огромный, то человек просто несчастный. получается, это программа, да, этот курс, он подходит и тем, и другим, потому что если человек еще не выбрал нишу, пройдя, он уже будет понимать, он будет разбираться, он будет не по залету, он будет по расчету выбирать, ему будут предлагать какие-то ниши, он говорит, не-не-не, сюда не пойду, потому что мне нужно относиться к нише как к свадьбе, очень серьезно, если ты выбираешь жену, нужно очень-очень серьезно к этому относиться, потому что неправильный выбор, будешь несчастный всю жизнь, пока не разойдешься, а это очень болезненный процесс, поэтому если человек еще не начал, надо точно понимать, вот то, что он присматривает и в той нише, в которой он собирается работать, какой там потенциал, если он будет много работать, вкладывать всю душу, а по-другому в бизнесе невозможно, все, кто занимается бизнесом, ты либо вкладываешь душу, либо ты вообще в трубу вылетаешь в первые полгода даже, но если ты вкладываешь душу, уже же должен результат быть, если будут 10 лет вкладывать душу, 20 лет, 30, какой будет результат, что я в конце концов смогу в этой теме построить, вот, а те, которые уже замужем, образно говоря, уже в какой-то нише сейчас находятся, им тоже нужно понять, ну, те, которые смелые, конечно, есть, которые как страус в голову в песок зарыли, себя обманывают, понять, точно, моя ниша масштабируется или моя ниша не масштабируется, если не масштабируется, можно же разойтись, можно же выбрать другое, я думаю, что не поздно, я думаю, что немного людей, которые, которым там 46, я в 46 только вот наконец-то правильную нишу нашел, ну, вы видите, за 4 года 240 ресторанов, вот, что значит правильная ниша. Алекс, можешь базовые вот верхнего уровня критерии про хорошие ниши, там, допустим, три взять, понятно, что мы детально их на курсе будем разбирать, но вот, чтобы первое, второе, третье, вот, самый главный критерий для тебя, что это крутая ниша. критерий, для меня хорошая ниша, это можно ли построить большую компанию, если я уже буду, вот, выбрал для себя дело, если я буду в нем работать 10, 20, 30 лет, можно ли построить что-то огромное, это, это единственный критерий, то есть ты смотришь на то, и из 10 бизнесов, которые, из моего опыта, то, что я вижу вокруг, из 10 бизнесов, которые, из 10 ниш, в 8, наверное, нельзя построить, ничего большого, в 1-й, в 2-х можно, я не знаю, как вы, но я очень люблю процесс, очень люблю процесс, обожаю бизнес, все, что с ним связано, но я не меньше люблю результат, результат, я так же сильно люблю результат, а вот когда ты стараешься, когда ты столько вкладываешь, всю свою жизнь в это вкладываешь, а результат не такой, а вот такой, это меня лично не устраивает. для тебя показатель, что ниша крутая, это наличие крупных игроков, это что для тебя критерий, что можно масштабное построить? Ну, смотри, это сейчас бессмысленно, мне вот так в двух словах тебе, я вот сказал, что для меня хорошая ниша это там, где можно построить большую компанию, плохая ниша где нельзя, все, теперь теперь уже нужно разбираться, брать конкретную нишу, копать, смотреть, я буду объяснять, почему здесь можно, почему здесь нельзя, так в двух словах это не имеет смысла объяснять. Олег, мы же там будем... Там очень много критериев, очень много критериев, это не так просто, это не какая-то там такая абсолютно четкая формула, это такое, это больше образ мышления, но поучившись, это же будет такая серьезная программа, мы же серьезно будем учиться, как и все мои программы, кстати, они такие не стать миллионером за неделю, не быстрые деньги, в общем, понимание будет, очень сильно разовьется понимание, что можно ловить, что можно словить в этой нише, то есть эта ниша это лужа, эта ниша это озеро, река, море, океан, то есть мы ловим рыбу, но многие ловят рыбу в лужах, зачем, если можно в океане, то есть если ты не про деньги, ты можешь мне сказать, что ты бизнесом занимаешься и тебя не сильно результат волнует, я не поверю. Поэтому главным, самым главным является правильный выбор. правильно выбрал нишу, точно убедился, выдохнул и дальше начинаешь бизнес-интеллект, лидерские качества, менеджмент. Менеджмент, бизнес-интеллект, лидерские качества, прокачивать. Ну зная точно, что в этой нише можно построить что-то очень большое. И тогда точно понимаешь, что если у тебя бизнес не растет, точно это ты виноват. Точно лидерские качества слабые, техника менеджмента слабая и бизнес-интеллект слабый. Точно ты знаешь. А если ниша неправильно выбрана, это не ты виноват, это ниша, ну невозможно в ней ничего серьезного построить. Ну это метание ядра, никто же не платит за этот вид спорта. И никто, представляешь, женщина, чемпионка мира по метанию ядра, и деньги не платят, и мужики все шарахаются. Вот такие вот есть ниши. Алекс, ты за свою историю есть люди упрямые, знаешь, почему она этим метанием ядра занимается? Ну мама ее отвела в секцию, и все, и она уже, знаешь, есть такие люди, у нее такая философия, где родился, там и пригодился. есть такое слово родина, ну такие вот люди. Все, она верная, верная этому метанию ядра, несчастная, денег нет, мужики шарахаются, она все равно чемпионка мира. Алекс, а почему нужна? Нужна гибкость, да. Почему даже предприниматель видит, что ниша не удовлетворяет его, почему остается? Не делает шаг выйти, поменять? Боится, боится, потому что в этой нише хоть что-то умеет, а в других вообще ничего не умеет. Бизнес интеллект не развит, менеджмент не развит, он боится остальных других ниш. Тот человек, который сильный в менеджменте, развит бизнес интеллект и лидерские качества, он не боится любых ниш. Я в любой нише в хорошей могу построить большую компанию. Я не боюсь разных ниш. У меня нет продукта построения компании, а от управления. Аликс, ты говорил, что расскажешь о примере из своего опыта ниши, где есть потолок, который в твоей жизни был. Можешь поделиться? Ну, я занимался например в Америке юридическим бизнесом, юридическая компания у меня была. Я построил одну из самых крупных в Америке компаний, в этом сегменте, юридическом сегменте 200 человек работало. 30 миллионов долларов обороты. Это была одна из самых крупных. Ну, не самая, но, может быть, в десятку даже входила. Но это всего лишь 30 миллионов долларов. Это не 30 миллиардов, это не 300 миллиардов как у больших у всех компаний. Вот такие обороты. большинство опять же, когда подробно мы сейчас вопросы будут задавать уже люди конкретно по нишам, там я уже буду... В общем, суть вы должны понять. Есть ниши, в которых можно большие компании построить, есть большинство ниш, в которых нельзя большие компании построить. Это первое. Второе, это то, что я вам советую разобраться все-таки, где да, где нет, а может быть, вы занимаетесь тем, где нет, какой смысл. Вот, третье, вы должны помнить очень важную вещь, что прекрасный лидер с прекрасной менеджерской техникой, техникой управления, умеет управлять, контролировать, ставить задачи, очень цепкий, мощный менеджер, сильный лидер, с развитым бизнес-интелектом, неправильной нишей, никаких результатов серьезных не может добиться. Алекс, вот мы изучаем Баффета на инвестировании, и там есть пример, когда ниша загибается со временем, сейчас достаточно быстро развиваются технологии, твоя позиция при выборе ниши не съест ее технология, как ты это определяешь, видишь, будем ли мы это на программе разбирать? Да, да, ниша, если выбрана правильно, это не значит, что она правильная навеки, она может быть правильная сейчас, а через год, через пять лет она может уже быть не очень хорошей. Сейчас очень быстро, очень быстро технологии меняются, как никогда быстро, и сегодня хорошая ниша, завтра она может быть уже плохой, поэтому это тоже мы будем изучать. Поэтому, конечно же, сегодня в наше время желательно холдинг строить. Но это тоже отдельная тема, это непросто. То есть одной нишей заниматься тоже достаточно опасно, она может через какое-то время стать, ты построишь уже в ней большую компанию, она станет неактуальной, это ниша из-за технологических изменений в мире, которые происходят. Мы знаем огромные компании Kodak, Nokia, Motorola, мы знаем огромные компании, которые из-за того, что так все быстро меняются, они были большими, а стали никакими. Есть очень много примеров. мысль, я не понимал и которая очень я много денег потерял из-за непонимания, я хочу, чтобы вы это понимали. Если даже вы хорошо управляете, но вы нефральная ниша, у вас не будет получаться. я этого не мог понять, я изучал много лидерских книг, я тренировал в себе лидерские качества и менеджмент, и у меня было такое убеждение, что если я сильный лидер, сильный менеджер, я могу любую нишу в ней построить большую компанию. И только гораздо позже я понял, что это не так. и великий Баффет, мой учитель, он подтвердил это, я уже начал это чувствовать, понимать, и он это очень много объясняет на разных примерах, что в успехе самым главным является правильная ниша, а потом уже лидерство менеджмента бизнес-интеллекта. Алекса, мы же знаем, что причина в том, что запускается курс, не только о том, что ты хочешь поделиться. Можешь рассказать, вот ты упомянул холдинг, причину, почему этот курс еще одна из причин, почему создается... Я обычно, когда что-то делаю, у меня много причин, не бывает одна причина. Принцип я называю это многозайцевость, много зайцев убивает. Конечно же, вам это очень полезно, с одной стороны, с другой стороны, мне это очень полезно, потому что я преподаю только то, что мне самому интересно. Мне очень интересно лидерство, поэтому есть 10 лет уже существует программа мышления миллиона, 10 лет. Мне очень интересует менеджмент, есть программа масштабирования, это про менеджмент. Мне очень интересует бизнес-интеллект, есть программа вот эта, где мы Баффета изучаем каждую неделю. И сейчас меня очень интересуют ниши, потому что я принял решение строить холдинг, не одну компанию Суши Мастер, а много компаний. Хочу мечта построить 100 больших компаний, поэтому холдинг назвали Х100, и сейчас в успехе этого холдинга одним из самых важных будет, насколько я буду правильно выбирать следующие ниши. поэтому мне эта тема сейчас интересна, мы очень сильно самому буду копаться глубоко в тех нишах, с которыми приходят студенты, будут приходить, буду искать для себя следующие ниши. Мы уже несколько выбрали ниш, кроме Суши, вот, и будем дальше выбирать самые-самые перспективные ниши, куда имеет смысл вложить все наше, все наше управленческое умение, лидерство и бизнес-интеллект. У нас уже все остальное есть, нам теперь только нужно выбирать правильные ниши. Давайте вопросы, будем так, вопросы, ты будешь задавать, ну так, в перемешку. Друзья, те, кто сейчас смотрят нас в ютубе, вы тоже пишите в чат ваши вопросы. Если у вас уже появилось желание разобраться в том, о чем говорит Алекс, и 26 лет опыта получить за короткий промежуток времени, уже с 1 ноября стартует программа Ниша, где будут разбираться все это, под трансляцией есть в описании ссылка, нажимаете на нее, заполняйте простую форму, и дальше менеджеры с вами свяжутся, ответят на все ваши вопросы. Главное поймите для себя то, о чем Алекс говорит, и что мы еще дальше вопросами будем, важно время, скорость, потому что Алекс делится тем опытом, которое 26 лет, те ошибки, те недочеты, все потери миллионов долларов, вы можете этот опыт получить. И увидеть много ниш с разных сторон, разбор, как Алекс это делает, потому что в Турции, когда был тренинг, это был закрытый, закрытая программа, Алекс, где разбирались несколько ниш, это детально, теперь вы имеете возможность получить доступ к такой программе, которую вообще ни одна из компаний, ни один из бизнесменов не проводит. Нажимайте, заполняйте форму, и давайте к вопросам. Алекс, еще сейчас нишу наткнулся на франшизу, это магазины декоративной уходовой косметики класса масс-маркет, декоративной и уходовая косметика, ну кремы для лица, для тела, и там помады, туши и так далее. Ну это магнит-косметик типа вот магазины? Типа того, только магнит-косметик еще продает памперсы, бытовую химию, порошки и так далее, а это фокус именно на косметике. Какой размер магазина? там три формата есть, есть 60-70, 90-80, 90-100, 120. А сама компания, которая франшизу продает, сколько у них магазинов? Значит, у них по формату дроггери, как магнит-косметик, 90 магазинов, это регионы Уфа, Ежевск. Я не спрашиваю какие-то регионы, какая разница? Но по этому формату, о котором я говорю, 10 магазинов и за два года они... Покупайте франшизу, не советую вам покупать франшизу у маленьких компаний. Это как учиться у... Понимаете, покупаете франшизу вы для того, чтобы учиться. То есть у вас есть старший товарищ, головная компания, и вы будете у нее учиться. В этом смысл франшизы. Вы будете у нее учиться. А если у нее у самой 10 точек, она сама почти ничего не умеет. Два года ей и 10 точек. Зачем, если много на рынке франшиз больших, серьезных компаний, которые прошли уже путь, сделали тысячу ошибок, у которых огромный багаж знаний и вы можете подключиться, заплатив этот паушальный взнос и рот и подключиться к их мозгу. Дальше двигаемся. Ну, я не могу, очень много вопросов, я не могу долго. Я могу с тобой хоть час говорить, хоть два, но так как много вопросов, давайте я так чуть-чуть буду отвечать каждому и дальше идти. Дальше это же главное, чтобы все услышать для себя что-то полезное, не только ты. Дмитрий. Алекс, привет. Хотел спросить твоего мнения по поводу, если есть две ниши, одну я начинаю, а вторая на уровне дойной коровы, личного помощника есть смысл использовать на две ниши параллельно или лучше нанять отдельно, то есть не путать одного человека на две ниши? ну если это скорее всего маленькие бизнесы, тут лучше не путать, в больших бизнесах можно, один совет директоров может быть может быть даже вот у нас сейчас мы строим холдинг, у нас совет директоров, он занимается топ-10 человек в компании, он занимается, сейчас будет заниматься всеми нишами, которые мы будем строить, а в малой компании, в малой компании нужно отдельно, дойная корова это одна энергетика такая медленная, знаешь, как у коровы действительно, медленно, там уже процессы, там уже все, операционка, там уже все налажено и она дает какой-то кеш, какое-то молоко, которое, ну тут сразу прибыль, там молоко у корова еще его продать нужно, чтобы деньги получить, а тут сразу деньги, вот, и это даже отдельный офис нужно снимать, не в одном месте это делать, потому что энергетика стартапа это риск, это все новое, это никаких нет бизнес-процессов, это все нужно создавать, совсем другие люди даже обычно работают в стартапе и вдойных коровах. Спасибо. Дальше двигаемся. Алекс, скажи вопрос из чата, твое отношение к ниши туризма? Плохое. Знаешь, Гога, апельсины любишь, кушать да, вообще нет, то есть к туризму хорошо отношусь, а к ниши плохо, а что там ловить в этой нише туризма, что билеты продавать или что? Или экскурсоводом работать, нанять экскурсоводов, которые будут возить, водить по экскурсиям, что там делать в этой нише? Ну, организовывать туры, работать с тем, чтобы возить людей по направлениям, может быть по... Усилий много, результата мало. Результата в смысле денег. Да, ясно. Елена? Если есть такие люди здесь, которые любят много усилий и которым не сильно важен результат, тогда нормально. Я люблю, чтобы было чем меньше усилий, чем больше результата, наоборот. Где бизнесы, какие самые лучшие? Меньше усилий, больше результата. Google, Facebook, WhatsApp. Усилий немного, результатов много. Так вот, вот эта ниша, это противоположность. Там наоборот, усилий много, результата мало. Да. но это коротко. А вот на программе мы будем вот один урок, например, посвятим этой нише. И я подробно объясню, не просто голословно, вот плохая. Сейчас просто времени нет. Подробно разберу и объясню на цифрах, на фактах, на на всем объясню, почему это плохая ниша. Елена, передавайте. Да. Добрый день. Я полностью меняю сейчас направление своей деятельности. Не то, что кардинально, но полностью. То есть, как бы, начинаю с нуля бизнес с небольшим опытом. Меня интересует ниша марка одежды, женская. и я в ней подразделяю как бы три больших направления. Я просто хочу знать ваше мнение, Алекс, по этим направлениям. Если можно, я кратко их опишу. Давай. Значит, первое, это компании, они, наверное, самые крупные вообще в мире, какие бывают. Это типа Zara, которые делают там, у них оборот годовой 20 миллиардов. Это только одна компания из полного комплекса, которыми владеет, не знаю, как картелем назвать. И это бизнес, как вы говорите, который я как вижу, который основывается на управлении. То есть, они не производят свой дизайн, они не производят индивидуальность, они выбирают, они собирают максимум по миру то, что идет в ход. Они это выпускают с очень большой скоростью, то есть, если брать тоже Zara выпуск коллекции один раз в две недели, если брать какую-то другую фабрику, это раз в полгода. И они за счет вот этой скорости, за счет вот этого контингента, огромного контингента дизайнеров, выходят на огромные прибыли по сравнению с другой категорией марок в этой же нише, которые мне нравятся через точки дизайна, которые делают, если Zara делает 19 миллиардов, то, допустим, другие марки, которые мне нравятся, делают от одного до двух миллиардов в год. Это какие тебе нравятся? Это, например, Max Mara, Armani, Dolce Gabbana, которые имеют именной дизайн, которые делают моду, собственно, они ее создают. Вот. Я сама архитектор-дизайнер, я 13 лет работаю в этой сфере с итальянскими фабриками, но я полностью закрыла эту тему, она мне больше не интересна, моя история, в общем, это не важно. Я смотрю сейчас новую нишу и вот эти фабрики, которые мне нравятся, я еще... Хорошо мыслишь, я тебе хочу комплимент сказать. Спасибо. В мозге хорошо работают, в правильном направлении мыслишь. Спасибо. Договорить. Так вот, вот эти фабрики, которые мне нравятся, есть из них тоже подразделения, которые делают моду, есть, которые на волне моды, то есть, они делают такие, как вы говорите, хайповые вещи, то есть, которые за месяц должны сработать и потом уходят, либо есть фабрики, которые постоянно одну и ту же клиентскую базу держат, вот это мне нравится, но я еще как бы для себя вижу, ну, я не знаю, существует ли такое вообще точка зрения или нет, как бы, третье направление в направлении марки одежды, это именно как бы футуристичное такое направление, то есть, это как, как объяснить правильно, то есть, must have, который, ну, будет в будущем, как Apple сегодня, то есть, это будет марка не дешевая, не дорогая, но настолько на уровне, как сказать, необходимости для людей, что ты ею владеешь, что это не обязательно там один предмет одежды, как, допустим, сейчас много марок таких существует, которые, вот одну сумку выпустили, вот она must have, нет, что-то должна быть марка, там, если как в Apple, опять же берем, и должен быть и ноутбук, и телефон, и то, и все, и оно все супер качество, но стоит по доступной цене, то есть, вот такой вот футуристичный подход, я не знаю, может ли он быть сейчас или он должен быть сейчас, чтобы он был потом, я не знаю, вот мне нравится либо вторая ниша, либо вот эта моя идея про будущее какое-то вот такое, опять же, туда же можно подключить инновационный материал, туда можно подключить переработку всего, то, что сейчас идет. Хорошо, вопрос, Елена, вопрос. Вопрос, твое отношение вот ко второй, к первой нише, она очень прибыльная, я думаю, это и есть смысл, ко второй нише, которую я озвучила, которая индивидуальная, но опять же, это приносит деньги за счет дизайна за счет личности владельца. И третий, и вопрос, какая второй нише, и к третьей нише вот этот именно футуристичный подход. Первая, вторая, это очень, конечно, можно построить большие компании, это очевидно, потому что уже в этих, в этих нишах построили другие большие компании, ты назвала как раз Zara, там и бренды. Третья, ничего тебе не могу сказать, это риск очень большой. Это может выстрелить, может не выстрелить. Если у тебя богатый муж, и ты можешь рисковать спокойно, ну тогда хоть на луну можешь поставить цель, полететь, и там магазин открыть цветочный или одежды. А если ты хочешь наверняка, то надо брать проверенные ниши и бизнес-модели. Еще тоже нужно понимать, что выключи звук, пожалуйста, я хочу полную тишину, чтобы, я все уже услышал, давай я сейчас поговорю, послушай, и все послушайте. Смотрите, например, я суши-мастер, мы занимаемся продажей роллов. Человек если неправильно не до конца понимает, он думает, что мы в нише продажи роллов. И он может открыть ресторан, японский ресторан, тоже продавать роллы и думать, что у нас одна ниша. На самом деле у нас разные ниши, потому что еще есть глубже понятие, чем ниша, бизнес-модель называется. У нас, например, модель, где мы 70% доставка, 30% почти все самовывоз, там 20, 10 всего лишь в зале, маленькие точки. Бизнес-модель это 3, 4, 5, 6 элементов, из которых ключевых, из которых состоит бизнес. А он продает роллы, у него 200 метров зал, 10% доставка. Это другая совсем модель, это вообще как будто бы другая ниша. очень важно понимать нюансы. Первое. Второе, что я хотел сказать вам всем. Есть люди, предприниматели многие, которые продуктоориентированные. Есть предприниматели, которые менеджмент ориентированные. Им не столь важно, какой продукт. Шансов построить большую компанию, на мой взгляд, я только свое мнение говорю, намного больше, если ты менеджмент ориентированный предприниматель, бизнесмен. Можно построить большую компанию, если ты продуктоориентированный. Стив Джобс был продуктоориентированный. Он фокусировался на продукт, телефон, на продукт у него был тоже хороший менеджмент поэтому он смог построить но у него главное был продукт макс мара как ты говоришь вот эти louis vuitton это продукт это фокус на продукт и еще не забыли про менеджмент но главное был продукт у меня на при я бизнесмен который не проду не на продукт фокусируюсь я фокусируюсь на менеджмент здесь шансов намного больше построить большую компанию ты можешь много построить в разных нишах ты сейчас сфокусирована на продукт ты должна это осознавать ты мыслишь через продукт тебе нравятся платечки поэтому ты хочешь платечки продавать а то что тебе не нравится ты даже не представляешь как продавать мне например вообще все равно что продавать я же не с ней я же не себе это по продаю я же по заповедям живу возлюби ближнего я смотрю что он хочет покупать и ему даю то что он хочет покупать я например роллы сейчас не ем в данный момент я сейчас вегетарианец последние несколько месяцев а ну причем здесь я люди любят роллы и мне абсолютно не важно самому потреблять продукт чтобы его продавать я не настолько примитивное создание что я не могу понять что хотят другие даже если я этого не хочу даже если это не потребляю я могу поспрашивать я могу вникнуть через принцип возлюби ближнего войти в него понять разобраться не я не обязательно должен любить платьички чтобы продавать платьички а большинство предпринимателей особенно женщин они не могут себя отделить от продукта и это него не бизнесовый подход вот это то что я хотел сказать достаточно лена захочешь больше пожалуйста будет очень много уроков я каждый день провожу уроки я всем все подробно отвечаю сейчас мы сейчас открытый урок поэтому по верхам проходимся я специально говорю такие вещи которые всем важны фундаментальные на друзья под окном трансляции есть ссылка на страницу регистрации если вы хотите попасть на эту программу ниша заполняйте оставляйте свои данные я чуть позже скажу о преимуществах которые ждут именно тех кто сегодня заполняет форму туда дальше алекс спрашивают про поводу кофейней ниша кофейня кофе с собой твое отношение то есть можно ли и в ней развиться учитывая что там большое количество конкурентов когда большое количество конкурентов это прекрасно это значит рынок большой это глупо искать бизнес где бы слабая конкуренция нам намного лучше искать бизнес здесь где большая конкуренция это значит большой спрос и просто учиться лучше работать развивая лидерские качества менеджерские качества и бизнес интеллект и просто переигрывать в конкурентов но но спрос большой люди платят деньги конечно кофе это прекрасная ниша есть же starbucks если лакин кофе который стала стала 5 миллиардов долларов стоит компании за полтора года своего существования я хочу повторить их успех не обязательно с собой вот это мне чуть-чуть напрягло слово кофе с собой тут я не уверен и с собой тоже конечно если человек заходит я захожу starbucks я могу там попить кофе я могу с собой забрать но делать только с собой я не уверен что нужно вот так сильно сужаться и опять же помните что все что черт в нюансах дьявол как говорят в нюансах если лакин кофе делает кофе собой но их модель бизнес модель состоит из определенных составляющих это сайт определенный интернет маркетинг это служба доставки в это все их модель если ты тупо они кофе с собой и я кофе с собой но ты сделаешь это через жопу не так как они то ты вроде будешь в той же самой почти в той же самой бизнес модели но некоторые нюансы ты не сделаешь по-другому и это значит у тебя будет бизнес-модель уже другая дальше что еще нужно помнить бизнес-модель может быть абсолютно такая же правильная но ты в ней плохо работаешь и у тебя ни хрена не получается мы в россии во многих городах просто в конкуренты закрываются а у нас процветание чем конкуренты которые в нашей бизнес-модели не ресторан большой который японские роллы продаю японскую кухню а тоже доставка наша модель но они просто и просто плохо работают у них лидерские качества слабо развитые в топ команде и во всей команде менеджмент и бизнес-интеллект поэтому они в хорошей нише в хорошей бизнес-модели но проигрывают но шанс у них есть а если бы они были бы в плохой бизнес-модели и даже у них был бы хороший менеджмент хорошее лидерство и хороший бизнес интеллект они бы проигрывали поэтому когда ты в правильной бизнес-модели есть шанс все теперь от тебя зависит да дальше шамиль алекс подскажи пожалуйста как относишься книги девелоперской ниши бизнес-модель какая опять же знаешь как девелорская это такое широкое а именно сама модель какая там тоже много разных моделей построил дом продал квартиры хорошо отношусь сам лично как-то никогда не тянуло меня в связи с тем что я как-то всегда был ориентирован на сложно на 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 бизнес из где сложный менеджмент очень так как так как у меня сильная сторона менеджмент поэтому я стараюсь выбирать ниши где очень сложные в управлении таким образом у меня конкурентное преимущество вот этот бизнес на мой взгляд он не очень сложный в управлении поэтому я просто рассказывал почему он мимо меня всегда проходил меня никогда не интересовало там строить дома пока может быть может быть в будущем и будет потому что я тоже как и все практически болел этой болезнью и выздоравливаю но почти выздоровел привязанность к самой и самому продукту я сейчас тебе отвечаю на вопросы понимаю почему я всегда отталкиваюсь от этой ниши потому что у меня к этому продукту почему-то как как бы негативный а на самом деле это неправильно настоящий бизнесмен он строит компанию там где можно построить большую компанию вложив как можно меньше денег и как можно быстрее хорошая рентабельность капитала где вот поэтому вполне возможно что и когда-то буду строить но это конечно хорошие мне же много строительных компаний больших дальше двигаемся алекс клининга в миша клининга это уборка чистка мебели твое отношение думаю не очень хорошая ниша надо глубоко посмотреть бизнес модель первое впечатление потому что конкурируешь ты под только ценой здесь вот кто-то убирает хотя я могу ошибаться тут надо это нужно целый урок проводить взять и человек который этой нише занимается мне нужно ему много вопросов задать что я могу чуть-чуть не точные вещи говорите значит нет неправильные выводы делать что я никогда глубоко в эту нишу не погружался но впечатление такое же там трудно конкурировать потому что у тебя контракт с кем-то пришел другой дал меньше цену и то есть лояльности никакой нет это бизнес Be to Be Be business они очень опасные потому что Be to be это бизнес бизнес ты про ты не клиентам продаешь не не эмоциональным иррациональным людям а ты продаешь бизнесменам а бизнесмены они очень рациональны Be to be это ты ты бизнес и продаешь бизнесу вот это тоже нужно понимать вам всем я думаю большинство из вас не осознают вот на самом деле есть же два меня один рациональный один иррациональный вот когда касается бизнеса если я покупаю что-то для бизнеса битубе услуги какие-то у других компаний то наши менеджеры там все руки выкручивают каждую копейку потому что это игра а в этой игре мы чувствуем себя крутыми если мы как можно меньше потратим устраивается тендера и очень-очень все делается рационально это один я а второе это когда вечером например я иду с женой в ресторан или еще куда-то и я совсем другой я хочу отдохнуть а когда я хочу отдохнуть я говорю дайте мне самое дорогое то есть я абсолютный лох то есть когда я дел когда я покупаю что-то там для жены для себя ну вот таких чая тут я не торгуюсь они смотрю потому что весь то смысл это заработанные деньги иррационально там там мало рационального поэтому я больше люблю b2c бизнеса именно и даже b2c кстати есть вещи которые мы рационально даже лично для себя человек пылесос например он больше рационально покупает а украшение жене больше иррационально то есть есть тоже там в b2c более рациональные бизнесы более иррациональные я больше всего люблю заниматься b2c и рациона иррациональными тогда для человека не цена самое важно и тогда маркетингом ты его можешь хорошим зацепить если бы стив джоб занимался этим клинингом то его бы маркетинговые стратегии все бы не сработали и рекламные все ролики где-то мэнштейн ван гог и мы можем изменить мир не сработало бы если бы он продавал бы клининг если бы он продавал бы соль сахар какие-то такие абсолютно земные рациональные продукты когда вы продаете очень рациональная там сильная роль играет цена а раз цена сессии роль значит там ценовые войны у вас есть конкуренты вы ниже цену он ниже цену вы ниже цену он ниже цену выигрывает клиент вы оба проигрываете дальше двигаемся елена добрый вечер алекс у меня такой вопрос у нас как бы мы недавно стартовали открыли свою кузницу цех по художественной ковке с мужем вот на твое мнение художественная ковка изделий ковка кузница это что я знаю в девятнадцатом веке были кузнецы ну вот что-то в этом роде тоже ну удовольствие получаете ой муж вообще глаза горят а и не часто поддерживать то еще нужно главное счастье или на деньги это не самое главное главное счастье если вас это делает счастливыми то слава богу у нас например бизнес только делает счастливыми если там можно миллиарды долларов заработать если нельзя мне он не делает счастливым но это меня а если вас делает вот эта кузница художественный свист какой-то там или художественный стук ну там молоко но у нас как бы несколько направлений мы можем как и b2b работать как и битусе и плюс год бизнес это не масштабируем но он может вам счастье приносит вас с голоду не умираете и все это же конечно важнее значит у него развития нету как бы масштабирование на ваше мнение ну конечно ног есть какая-то большая компания которая этим занимается но наверно нет я тоже не нашла в интернете но но может это но может это не является его и твоей целью никогда не нужно забывать что счастье намного важнее денег если это вам приносит счастье занимайтесь этим просто я думаю что большинство людей пришли сейчас на урок которые которые хотят больших результатов от бизнеса то есть им не приносит счастье какая-то какой-то бизнес который не может стать большим бизнес который не может стать большим он еще очень опасный потому что ты все время крутишься плюс 2000 плюс три минус одна то есть ты все время в такой зоне очень опасно когда у тебя большой бизнес ты входишь зону в эту безопасность во первых уже у тебя есть какие-то запасы денег у тебя большая компания это просто как-то спокойнее жить малый бизнес он очень опасный люди вроде предприниматели но переживают больше гораздо чем обычные наемные люди которых миллиарды из них более счастливой жизни чем у типичного предпринимателя который плохо спит ночью у которого малый бизнес но мы только стартовали вот только с июня месяца начали открылись поэтому как бы еще первые шишки так сказать надеваем если вы открылись для того чтобы просто себе зарабатывать там на 2-5 тысяч долларов в месяц ну наверное в почти в любом деле можно заработать почти даже не в любом но почти в любом если но если хотите дальше туда 100 тысяч долларов миллион и выше то это нишу нужно правильно выбрать бизнес-модель но фамилия у тебя хорошая наш коммерческий директор 1 фамилиица твоя дальше двигаемся алекс вопрос из чата как стать поголовно свободным в жизни ну или абсолютно свободным не как действие так это глупое желание как можно собрать абсолютно свободным это не приносит счастье счастье приносят когда когда ты сам себе выбрал не свободу например нас я говорю с точки зрения мужчин там женщины там с пусть сами додумываются но мужчина счастлив когда он берет ответственность за женщину за не только за одну там у него могут быть жена дочка мама за женщин семьи когда он берет ответственность за детей берет ответственность за коллектив которым он руководит то есть он не свободе но он сам это выбрал не ему навязали его свобода в том что он сам взял эту не свободу, он удовольствие получает от ответственности, безответственный мужчина свободный, это не мужчина, у которого нет никаких обязательств, мы взаимозависимые все на этой земле, нужно просто уметь выстраивать правильные отношения, которые счастье приносят, когда человек хочет быть свободным, это значит те отношения, в которых он сейчас находится, они не приносят ему счастья, и он хочет освободиться от тех отношений, ему кажется, вот свобода от всех, как вы меня все зае надоели, закон маятника, сейчас он не свободен, он хочет быть абсолютно свободен, а есть золотая середина, когда ты не свободен, но по собственному выбору, и ты получаешь удовольствие от этих людей, которые тебя окружают и перед которыми ты взял обязательства, у меня, например, в компании много инвесторов, я взял обязательства перед ними, мне очень нравится, как мужчине, нравится брать обязательства, я люблю, когда много инвесторов, мне это стимулирует, я понимаю, что я перед многими людьми взял обязательства, обязательства, у меня смысл жизни есть, мне нужно выполнять обязательства, но я их сам взял, это неинтересно, когда в компании нет инвесторов, нет партнеров, для меня это неинтересно, не о ком заботиться, нет жены, нет детей, типа я полностью свободен, а в чем кайф? Освободиться от тех людей, которые неприятны, конечно, нужно, но как только вы от них освободитесь, будет такой вакуум, типа вы абсолютно свободны, просто вы это еще никогда не испытывали, вы абсолютно свободны, но вы почувствуете, что счастья абсолютно нет в этом, потому что счастье на этой земле только в правильных отношениях, в семье, на работе, когда у тебя окружают люди и у тебя с ними правильные отношения, где вы друг другу помогаете, помогаете реализовать потенциал, я тебе помогаю, ты мне помогаешь, я взял какие-то обязательства перед собой, помогать тебе, ты взял какие-то обязательства помогать мне, мы друг другу помогаем. Дальше двигаемся. Да, друзья, для того, чтобы быть на гребне, так сказать, волны, да, и понять, какая ниша для вас больше всего подходит, под окном трансляции есть ссылка на страницу регистрации, причем скажу сразу, что 3 месяца мы разберем 13 ниш, за 6 месяцев 26 ниш и за год 52 ниши, по сути, все из возможных продуктивных ниш, которые покажут вам то, что люди там десятилетиями делают. Еженедельный разбор ниши на примеры реального бизнеса. Заполняйте форму, определяйте для себя формат участия, я дальше в конце расскажу о бонусах, которые ждут тех, кто сегодня на уроке. Следующий вопрос задавайте, Виктор. Кстати, еще мысль такая. Есть такая категория предпринимателей, которые там лет 10 занимаются или больше одной какой-то темой. И он даже неплохо зарабатывает, и он в этой теме себя уверенно чувствует, но он сам чувствует, что вообще по большому счету в бизнесе он ни хрена не понимает, кроме своей вот этой узкой ниши. И эта программа, она очень сильно поможет этим людям, потому что вот 52 ниши, мы очень глубоко пройдем. То есть вы начнете чувствовать, что вы не просто там какой-то предприниматель в одной теме, вы начнете чувствовать себя бизнесменом, что вы в бизнесах разных, в бизнесе и в разных бизнесах понимаете, а значит начнете по чуть-чуть смотреть по сторонам и выбирать, скорее всего, еще какие-то ниши. Быть в одной нише тоже опасно. Да, слушаю. Добрый вечер всем. Несколько вопросов, но, как понимаю, надо задать один. Вот у меня обувной ритейл, но он как бы уже перестает быть ритейлом, он становится омниканальным, то есть много каналов сбыта, это и онлайн-продажи, это и маркетплейсы сегодня, и магазин на диване. Вот. Но ниша ритейла, она сокращается. Вот у меня вопрос. Проясни, пожалуйста, Алекс, то есть ниша, она хорошая, и вообще что такое ниша? Ниша – это обувь или ниша – это розничная продажа? Ну, ниша – это бизнес-модель. То есть, в принципе, от того, что обувь – это… Выключай звук, пожалуйста, пока я говорю, шумы идут. От того, что… Если мыслить просто так банально, ну, обувь же будут покупать? Да, будут. Значит, это хорошая ниша. Не обязательно. Смотря какая модель у тебя продаж. Может быть, магазин 50 метров с онлайн-магазином, и еще там что-то – это вот хорошая бизнес-модель. Может, магазин там 500 метров без онлайн – плохая модель. Может, торговых центров хорошая, а стрит-ритейл плохая. То есть, здесь имеется в виду, ниша имеется в виду бизнес-модель. Сейчас сложность еще в том, что, вот как я говорил, что бизнес-модели меняются быстро из-за того, что технология очень быстро развивается. То, что вчера была хорошая бизнес-модель, сегодня, если ты не добавишь там, допустим, интернет-магазин или еще что-то, она станет плохой. Еще вот, почему нужно изучать все эти бизнес-модели, чтобы хорошо понимать, может быть, что нужно в твою добавить. Можно ли построить вопрос, можно ли построить хороший бизнес, продавая обувь? Да. Если очень внимательно думать о том, работает ли сейчас бизнес-модель и какая бизнес-модель будет завтра. Чуть-чуть вот не опоздать, чтобы ты мог перестроить. У тебя, видишь, интернет-магазин есть, значит, ты не отстаешь от времени. Есть люди, которые когда-то там в 2000-х, 90-х построили какой-то ритейл, а про интернет-магазин забыли. Ну, его тогда не было, а сейчас-то он уже есть, а они на... Празднуя успехи свои, хорошо зарабатывая, расслабляясь где-то на островах, они не сделали интернет-магазин, а конкуренты сделали, и они сейчас теряют. Поэтому нужно смотреть, давай твою нишу разберем, одну из 52-х, это будет интересно. Именно твою бизнес-модель. Я скажу свое мнение. Что для этого нужно? Ну, на программе, если будешь учиться, разберем. Она интересная. Хорошо. Какой еще вопрос у тебя? Вопрос по поводу самой программы. Ну, ты уже почти ответил на него. То есть, что на этой программе будет, в каких разрезах будет разбираться, сколько времени это будет занимать. Ну, вот, немножко более подробно. Может, у меня у тебя... Это годовая программа, это годовая программа, 52 урока. Каждую неделю один урок. И мы будем разбирать глубоко, каждую неделю разную нишу, разную бизнес-модель. Специально будем выбирать такие, их больше гораздо, чем 52, бизнес-моделей больше. Но мы будем в самые такие вот распространенные, и на которых можно не просто саму модель понять, а еще и научиться вообще, как правильно мыслить. Будем еще подтягивать информацию о лидерах на рынке, сравнивать, смотреть там на цифры. Ну, то есть, будем смотреть с разных разрезов. И Алекс будет комментировать, говорить, что здесь, как хорошо, на что нужно обратить внимание, как лучше подкрутить. То есть, если мою нишу разбирают, мне помогут ее в правильных разрезах подготовить, да, и тогда уже на уроке, соответственно, я буду там участвовать, и мы вместе будем участвовать и разбирать. Правильно понимаете? Аккуратор все сделает и... Ну, конечно, чтобы продуктивно урок прошел, сначала там нишу подготовят полностью. Цифры, чтобы были, чтобы ты пришел с цифрами, с правильными, сравнительный анализ с другими компаниями. Тогда просто я смогу больше объяснить. А я могу с сотрудниками своими прийти, или только один? Да, можно взять сотрудников, жену, тещу, кого хочешь. Онлайн все выдержит. Друзья, вот как раз Виктор сказал важный момент. Вы со своей нишей, те, кто участвует, понятно, там будет отбор, и вы сможете прийти вместе поработать с Алексом. Он будет разбирать нишу, смотреть это с разных сторон. Участники будут задавать вопросы именно тоже бизнесмены, у которых есть ниши, которые будут смотреть тоже. И это возможность вам увидеть свою нишу с разных точек зрения, увидеть динамику и перспективу, или же там увидеть и выбрать для себя вторую, третью, вот как Алекс говорит, чтобы диверсифицировать. Возможности вы увидите для себя поле для дальнейшего роста и развития. Это очень интересная программа, потому что, во-первых, я для себя ищу сейчас новые ниши. Во-вторых, на этой программе очень много моих друзей-инвесторов будут тоже присутствовать, которые ищут, куда инвестировать. И, в-третьих, те, кто рассказывают про свою нишу, они смогут еще 52 ниши увидеть, и, может быть, его заинтересует какая-то ниша, и он начнет ей заниматься. Вот сейчас был тренинг в Турции как раз по нишам. Там было несколько ниш, которые очень заинтересовали всех участников, и там уже даже сделки прямо там на тренинге произошли. Инвесторы уже проинвестировали деньги. Дальше двигаемся. А какие это ниши, Алекс, не можешь поделиться? Сейчас не хочу говорить. Смотрите, друзья. Озвучу акцию как раз для сегодняшнего открытого урока. Как раз вот Виктор задал вопрос. И Алекс озвучил. Три месяца. Есть три формата. Три месяца, шесть месяцев и двенадцать. Вообще программа рассчитана на год. 52 ниши. Если вы сейчас заполняете заявку в описании к видео, к трансляции, и резервируете эту заявку и оплачиваете до первого числа, то есть до старта, ну по сути до тридцать первого, то за три месяца вы получаете скидку 20%. Если полгода берете, то 30%. Если 12 месяцев, то 40%. И тем, кто быстрее всех, ну скажем так, если для вас это важно, и вы до 25-го оплатите, то еще три подарка от школы Алекса вы получите. Это программа, мы уже начинали работать, разбирать несколько ниш. Там есть несколько уроков, выбор ниши. Потом эффективный маркетинг, где вы сможете для своего бизнеса уже применить те инструменты, которые повысят продажи. И третий – это продажи на максимум. То есть как маркетинг и продажи соединить, чтобы в вашей нише вы уже получили эффект и результат по увеличению прибыли. Все это для тех, кто сегодня оставит заявку, оплатит до 25-го числа. Это дополнительные подарки. Те, кто оплатит до 31-го, вы получите скидку 20, 30 или 40%. Выбирайте, нажимайте на ссылочку, заполняйте форму. Александр, ваш следующий вопрос. Да, добрый вечер. Привет. Такой вопрос у меня. Алекс, твое мнение. Насколько актуальная ниша по продаже бизнеса? И существует ли такая ниша в Америке? Да, ниша существует. Конечно, бизнес-брокер называется. Есть брокеры, агенты по недвижимости, есть агенты, которые помогают. Человек хочет купить бизнес, а кто-то хочет продать бизнес. Ну, это такой нормальный малый бизнес, но из этого построить огромный бизнес невозможно. Почему? Выключи звук, шума там от тебя сильный. Ну, никто не построил еще. В Америке даже нет одной компании, которая огромная. Такие локальные, есть в каждом городе бизнес-брокеры. Это такой сам рынок сам по себе. Продажа малого бизнеса. Очень сложный, очень сложный, сложный рынок. Малый бизнес и сложно купить, и сложно продать. Почти всегда заканчивается покупка малого бизнеса провалом для того, кто купил. Тот, кто продал, он, как правило, продал, деньги получил. А тот, кто покупает, очень большой процент, больше 50% потом банкротства. Потому что малый бизнес, он хорошо работает вот с тем собственником, который его построил. А когда он попадает в чужие руки, там все начинает рушиться, как правило. Поэтому он очень сложный и не совсем приятный. Быть бизнес-брокером тем, который как раз вот совершил эту сделку, которым больше 50% окажется потом неуспешной для того, кто купил. Вот по таким причинам основным. Дальше двигаемся. Ну понял. Спасибо. Если уже ты ищешь чем заняться, есть поинтереснее вещи, чем заняться. И поперспективнее. Михаил, задавайте вопрос. Вы должны еще тоже понять. Смотрите, вначале, когда вы начинаете бизнес, вы начинаете всегда с продукта. Потому что продавать какой-то продукт. И каждый продукт разный. И получается, каждый бизнес, он вроде бы разный. Но если вы хоть чуть-чуть продвинетесь, разовьете свою компанию, то вы переходите из продукта в менеджмент. Вы уже не продаете продукт. Продает продукт ваши продавцы. Производят продукт ваши какие-то там производители продукта. Вы над этим находите. Вы выходите в зону менеджмента. А в зоне менеджмента все абсолютно в мире бизнеса одинаковые. Управление людьми одинаковое в любой нише. Это постановка целей. Это подбор правильных людей. Это мотивация. Это требовать, дожимать. Это контролировать. Координировать. Это одинаково. Если вы это поймете, то у вас, получается, все дороги открыты. Любая ниша абсолютно вы можете ей заниматься, потому что вы ей будете заниматься на уровне менеджмента. Вы возьмете сразу людей, которые в продукте шарят и в продажах. Продажники тоже все одинаковые. А в продуктологе все разные. Кто-то там платье, кто-то бизнес. Продукт разный. Но вы возьмете людей, которые специалисты, которые продуктом занимаются и продажами. А сами над этим будете. И тогда вы сможете выбирать именно ниши уже не из-за продукта, а из-за того, насколько она перспективна, эта ниша. А никуда вас занесло по залету. Дальше двигаемся. Алекс, вопрос из чата задам. Пекарня или кондитерская? Или же пекарня кондитерская? На ваше мнение, это тяжелый в управлении? Пекарня – это хорошая ниша. Мы сейчас открываем пекарню. Будем большую сеть пекарень строить. Тяжелый ли в управлении бизнес? Спрашивают. По сравнению с роллами намного легче. Будем эту нишу разбирать на курсе. Потому что мы ее выбрали. Мы будем масштабироваться в этой нише. Она очень интересная. Она намного легче в управлении. Но для нас это, кстати, не плюс. Для меня это минус, что она легче в управлении. Это значит, что с нами легче будет конкурировать. Конкурентам. В роллах очень тяжело конкурировать. В чем разница между роллами и пекарней? В пекарне – там правильно выбранная локация, правильная кухня, продукт имеется в виду. Ну и практически все. Локация и продукт. А в роллах тоже локация, тоже продукт. Но еще и маркетинг должен быть мощнейший. Потому что интернет-магазин, а раз интернет-магазин – это мощный IT, а раз интернет-магазин – это доставка, это еще у нас сейчас больше тысячи курьеров работают. Это отдельный бизнес. Курьеры – отдельный бизнес. IT отдельный. Такой сложности – это как отдельный IT-бизнес. И маркетинг очень сложный. Дима, кстати, у нас замдиректора по маркетингу в компании. То есть это еще больше, чем… Тоже кухня, тоже продукт, тоже локация, еще больше, чем это. Да, дальше двигаемся. Михаил. Алекс, ты делишь бизнес на три категории – с низким порогом входа, со средним и с большим. Для тебя наиболее комфортно – это средний. Да. Вот такой вопрос хотелось бы задать. Представь, что завтра, то есть у тебя нет суши-мастера, у тебя нет доступа к инвесторам, и твоя задача – построить великую компанию в сегменте бизнеса с низким порогом входа. Что бы это был за бизнес? Наверняка, ты очень много ниш анализировал, и сейчас продолжаешь анализировать. В X100 наверняка могут войти какие-то такие ниши. Я бы занялся бы ремонтами. B2C? B2B? Или это комбинированное штуку? B2C. Мы рассмотрим на программе эту нишу. Это ниша, которой я бы занялся. Там и низкий порог входа – это уникальная ниша. Там и низкий порог входа, и можно очень большую компанию построить. И мы, может быть, тоже будем заниматься этой нишей. Пока еще не решили в нее входить, но она очень интересная. Я целый урок посвящу этой нише. Это для тех, у кого как раз и денег нет, там таких 50 тысяч долларов. Но есть 3 тысячи, 5 тысяч, вот такие суммы. И хочет большую нишу, большой бизнес построить. Часто просто бывает так, что вот с средним порогом входа у тебя, например, 50 тысяч долларов. Но для того, чтобы дать еще диверсификацию по точкам, то есть минимум 10-20 точек, это уже в миллион долларов может вырасти порог входа в некоторые бизнесы. Уже почти 15 миллионов, если не больше, вложили в бизнес, конечно. У меня сейчас бизнес, строительные материалы, оптовая торговля, оборот 600 миллионов в год рублей. Маржа примерно 9,5% и бизнес тяжело масштабируемый, потому что в региональном формате, то есть мы работаем как дилеры и выход на любой смежный рынок, это практически отработка с нуля всех новых контрактов. И тебе зачастую тут там не дадут даже их получить, потому что у дилеров заходят. Я это понимаю, это плохой бизнес у тебя, ниша плохая, конечно же. Вот, мы сейчас просто работаем над маржиналкой, то есть заводим ряд товарных групп там с Испанией, где прямые контракты, где большая маржа может быть. Пожалуйста, Михаил, вопрос, не кузинами, пожалуйста. Вопрос вот по бизнес-модели. Какая, на твой взгляд, оптимальная бизнес-модель для этого бизнеса, для плохого? Строительные материалы? Да, да, оптовая торговля. Не, оптовая это плохая ниша. Если ты в ритейл пойдешь строительных материалов, то надо смотреть. Могу на одном из уроков глубоко рассмотреть эту нишу. Но мне нужно, чтобы это подготовленный урок был. То есть мне нужно посмотреть сети, мировые, чтобы ты, ну, если ты захочешь, чтобы ты подготовился, какие мировые сети, только розница. Если бы я шел в строительные материалы, только розница, ни в коем случае опыт. Надо посмотреть, какие есть розничные сети, самые большие в России, в мире. Есть ли сети со средним порогом входа? Потому что с большим порогом входа, конечно, есть. Гипермаркеты строительных материалов есть. Но я лично боюсь таких бизнесов, где нужно там больше миллиона долларов в одну точку вложить. Я вот сейчас ищу смежную нишу, где вообще вложить ничего не надо. Я же уже тебе сказал. Да, я понял. Строительные работы. Не строительные. Ремонты. Ремонты. Паразные абсолютно ниши. Ремонты B2C сегмента. Друзья, если еще пока вы не нажали и не заполнили форму, еще один момент, который сейчас только что Алекс озвучил. Смотрите, годовая программа. В течение года Алекс будет отбирать ниши и будут запускаться бизнесы. Вы будете развиваться вместе с Алексом, наблюдая за тем, как растет и сам холдинг, и будете видеть, как и что нужно делать. Это вообще уникальность. Такого не было. То есть не в теории, а именно на практике. Как берется ниша, как она прорабатывается, как она запускается, какие можно будет задавать вопросы и наблюдать за этим процессом. То есть такого вообще еще никто не делал. Поэтому нажимаете. Самый оптимальный вариант – это на 12 месяцев 40% скидка. Оставляете заявочку, и там уже менеджер с вами свяжется, подберет оптимальный вариант, форму, как и нишу для того, чтобы вы… Ну, если вы с нишей готовы и приходите, да, тоже все расскажет. Дальше. Куан, задавайте. Добрый вечер. Как меня слышно? Хорошо. Алекс, у меня к вам такой вопрос. Образование за рубежом и языковая школа онлайн и оффлайн. Мне не нравится эта ниша. Можем подробно, захочешь, если будет место, конечно, потому что 52 ниши. Мы будем самые такие интересные выбирать, но может быть это как пример, потому что я вначале думал только все 52 ниши рассматривать, которые интересны, но я понял, что, чтобы вас научить, вам нужно рассматривать ниши, которые неинтересны тоже, чтобы объяснить вам, почему. Хорошо, я понял. Вообще образование, как ни странно, это плохая ниша, на мой взгляд. Опять же, еще раз, я говорю только свое мнение. Я только передаю свой опыт, свое понимание сегодняшнее. Многие говорят, многие считают, что образование – это хорошая ниша. Мое мнение – это плохое. Я подробно объясню. А точно один урок из 52 мы посвятим онлайн-школе. Онлайн-школе в любой теме. Онлайн-школа английского, онлайн-школа там такая-то. Как дойная корова – это, может быть, неплохой бизнес. То есть, там можно зарабатывать какие-то там тысячи долларов, может быть, даже десятки. Но как построение очень большой компании – это плохой бизнес. Все хорошо. Но низкий порог входа. То есть, а это бизнес с низким порогом входа и с десятками тысяч долларов. Если ты хорошо этим занимаешься. Даже, может быть, сотнями тысяч долларов. Но не с огромной компанией. Это будет очень интересный урок по поводу этой ниши. Открою вам глаза на многие вещи. Дальше двигаемся. Спасибо. Алекс, спрашивают в чате. Твое мнение – маркетинговое агентство. Как ниша? Маркетинговое агентство – это сервис-бизнес. Сервис – это услуга. Услуга – это хорошая, может быть, дойная корова. Но очень большой компании трудно построить. Почти невозможно. Но тоже низкий порог входа. В любом бизнесе услуг мы тоже будем, наверное, из 52 уроков, прямо несколько, не один даже урок, а несколько по услугам. Например, юридический бизнес рассмотрим. Маркетинговое агентство можно рассмотреть. Я объясню. Надо понимать, к какой категории этот бизнес относится. Это услуга с низким порогом входа. Кстати, в услуги многие идут, потому что низкий порог входа. Не нужно даже 50 тысяч вкладывать. Можно офис снять и взять несколько специалистов, и ты трудом своим. Медицинский бизнес, юридический, маркетинговый – это услуги. Есть плюс-минус. Плюс в том, что низкий порог входа. Второй плюс в том, что будет процентов 30 от оборота прибыли. А минус в том, что очень большую компанию не построишь. Как правило. Есть исключения всегда, но как правило. Дальше двигаемся. Вядя. Вядя. Alex X100. Будет ли она покупать компании, долю компании, акции? И будет ли выплачивать дивиденды X100? Доли компании, скорее всего, будут покупать. Компании, скорее всего, покупать. Акции больших компаний не знаю, пока не планирую. Весь смысл в том, что мы специалисты в масштабировании. Баффет, например, специалист в покупке уже взрослых компаний. А мы умеем взять хорошую нишу и быстро масштабировать. Поэтому нам покупать уже состоявшееся не имеет смысла переплачивать. Мы можем сами построить. Есть такие в недвижимости, которые покупают уже там небоскребы. Это такая модель. Вот уже есть небоскреб, он его покупает и потом как-то зарабатывает на этом. Продает чуть позже. А есть, которые строят небоскребы. Вот мы строители. Поэтому доли в больших компаниях, скорее всего, не будем покупать. По поводу этих дивидендов X100. Это очень хороший вопрос. Так как я ученик Баффет, я против выплаты дивидендов. Ну, ты знаешь прекрасно, почему. Ну, это когда ты платишь дивиденды, ты расписываешься в том, что ты не знаешь, что делать с деньгами. Поэтому я надеюсь, что всегда с той прибылью, которая будет в нашей компании, всегда мы будем дальше там находить, куда это все инвестировать. Но с другой стороны, я понимаю, что наша бизнес-модель, она подразумевает то, что, в принципе, у нас очень большая прибыль будет. А развиваться мы будем на деньги инвесторов, которые будут инвестировать в дочерние компании. Ну, ты знаешь нашу модель. Поэтому нам, в принципе, не нужно будет, и мы собираемся больше строить бизнесы, а не покупать. Поэтому, это пока как сейчас я вижу. Может быть, в будущем будет слишком там большие суммы денег, и будем уже покупать существующие компании. Трудно сказать. Я бы хотел не платить дивиденды. Но может быть такое, что просто у меня были бизнесы, где были такие прибыли, где я не знал, куда их инвестировать, и выплачивали дивиденды всем собственникам. Я за то, чтобы капитализация росла. Если ты выплатил, ну, например, за работу, ты понимаешь прекрасно это, но я другим расскажу, кто не учится на программе инвестирования, звяди учится, он это знает хорошо. Например, мы заработали в этом году 100 миллионов долларов. Если мы выплатили все эти 100 миллионов дивидендами, то наш бизнес, скорее всего, вот какая его была капитализация, такая и останется. А если мы не выплатили дивиденды, если мы на эти 100 миллионов их вложили и построили еще что-то, или купили бизнес, то через год уже же у нас гораздо больше бизнеса, значит, капитализация его больше. Поэтому тот, кому нужны деньги из инвесторов, они смогут кусочек своей доли продать, если им так сильно нужны деньги. Ну, его просто, если, например, у него был 1% в компании, которая миллиард долларов капитализация, это у него 10 миллионов долларов. Дивиденды не платились. На эти деньги построили еще несколько компаний, и капитализация стала 3 миллиарда долларов. Так его 1% уже стал стоить 30 миллионов долларов, был стоил 10 миллионов, сейчас 30 миллионов. Ну, продай полпроцента, получи 15 миллионов. У тебя останется полпроцента. И 15 миллионов денег, и 15 миллионов акций. А если бы платились дивиденды все, ну, это я такой экстремальный случай, там, все дивиденды, или все, можно же частично, чуть-чуть платить, чуть-чуть инвестировать. Просто, чтобы понятно было. Если платить дивиденды, то как была капитализация миллиард, ну, она, скорее всего, такая же осталась, либо чуть-чуть выросла, не сильно выросла. Потому что не реинвестировалась прибыль в дальнейший рост компании. И, значит, мой 1% как стоил 10 миллионов, так и стоит. Так лучше, чтобы он стал стоить 30, и я продал, если мне сильно нужны деньги, полпроцента. Да, у меня в первом случае 1%, 10 миллионов. Во втором случае у меня полпроцента осталось, 15 миллионов. И 15 миллионов я еще получил деньгами, продав полпроцента. Но это такая, может быть, для кого-то сложная штука, то, что я сейчас рассказываю. Это мы как раз изучаем на программе инвестирования. Дальше двигаемся. Александр? Алекс, привет. Приветствую. Что важнее тогда получается, капитализация или чистая прибыль, которая ежегодно приходит? Во-первых, нужно понимать, что есть два типа бизнеса. Первый – взрослый бизнес. Второй тип бизнеса – это подросток, условно назовем его. То есть, если твой бизнес взрослый, я называю дойная корова. Это который уже зарабатывает чистую прибыль и перестал быстро расти. Он уже взрослый. Он, может быть, растет 10-15% в год, но не удваивается. В любом случае, ты хочешь, чтобы твой бизнес сколько-то стоил. Одно дело – прибыль, второе дело – стоимость бизнеса. Прибыль – это молоко. А стоимость бизнеса – это сколько корова сама стоит. Сколько корову можно продать, которая дает молоко. Это два абсолютно разных понятия. Нужно и то, и другое в идеале. Но в бизнесе, который молодой, он еще молока, может, не дает, но зато, если он очень быстро растет, то у него очень большая, может быть, стоимость. Например, «Лакин кофе». Китайская компания, которая открыла 2300 ресторанов «Кофейн» за полтора года, у них капитализация 5 миллиардов долларов. При продажах 125 миллионов и операционном убытке 240 миллионов. 240 миллионов убыток, капитализация 5 миллиардов. Why? Почему? Потому что инвесторы платят за будущее, в которое они верят. Как мыслят инвесторы? Примерно. Раз они 2000 ресторанов открыли за год, за первый. Значит, скорее всего, они смогут по 3000 в следующие 10 лет как минимум открывать. Потому что на самом деле, 2000 за один год, за первый, открыть в 10 раз сложнее, чем 3000 в последующий в год. А раз они 3000 откроют, смогут открыть, скорее всего, за следующие 10 лет, раз они открыли за первые 2000, у них будет 30 тысяч ресторанов за 30 тысяч кофеин за 10 лет, через 10 лет. У Старбакса 30 тысяч кофеин, и компания стоит 115 миллиардов долларов. Поэтому мы лучше сейчас купим за 5 миллиардов. Вот так они мыслят. Поэтому не всегда компании, которые зарабатывают прибыль, то есть не каждая компания, которая высоко ценится по стоимости самой компании, должна за большую прибыль зарабатывать. Uber убыточный, 50, по-моему, миллиардов долларов стоит сейчас. Причем там миллиарды убытки, не просто даже миллионы, это несколько миллиардов долларов. Потому что инвесторы профессиональные предполагают, видя, как все развивается, что будет через 3, 5, 10 лет. Их расчеты, их финансовая модель показывает, что там будут определенные цифры, и поэтому имеет смысл сегодня оценить компанию вот так. Но если компания не растет быстро, она является дойной коровой уже. И тогда ее по прибыли оценивают. Не быстро растущая компания, не быстро растущая, которая на 10-15% может растет. Ее оценивают прибыль, умноженная на определенный коэффициент. Например, миллион долларов прибыль, умноженная на 7. 7 миллионов бизнес стоит, на 8, 8 миллионов, на 6, 6 миллионов, на 5, на 10. То есть два варианта высокой капитализации. Либо чистая прибыль, высоко умноженная на коэффициент и будет высокая капитализация, стоимость самой коровы, самого бизнеса. Если бизнес не быстро растущий. Если бизнес быстро растущий, прибыль вообще никакого не имеет значения. Так же, как не имеет значения то, что 12-летний Баффет, сидящий в библиотеке, в толстых очках, читающий финансовые книги, не зарабатывает сейчас ни копейки денег. Это не имеет значения. Если ты можешь 10% купить маленького Баффета, сидящего в библиотеке, читающего книги, за миллион долларов, можешь 10% купить всех его будущих доходов. Если ты идиот, то ты скажешь, а какая у тебя выручка? Маленький Баффет. Он скажет ноль. А какая у тебя прибыль? Он скажет ноль. Мне 12 лет, я 6 лет книги читаю. Ты скажешь, ну раз у тебя выручка ноль и прибыль ноль, как я могу купить за миллион 10%? Что, с ума сошел? Ты оцениваешь капитализацию себя в 10 миллионов. Если ты хочешь, я тебе дал миллион за 10%. Нужно понимать, бизнес – это маленький Баффет, то есть это быстро растущий бизнес, который он молодой, и кем он будет через 10 лет, этот бизнес. Или это уже взрослый бизнес? Вот так. Хорошо. Друзья, если среди тех, кто смотрит, еще не все зарегистрировались, возможно, не всем нужно, но смотрите, я коротко просто расскажу, Алекс, о программе еще раз, подытожим. Для кого создана эта программа? Она для начинающих предпринимателей, для тех, у кого есть уже бизнес, а также для тех, кто хочет инвестировать правильно и научиться выбирать правильно ниши. То есть программа ниши, она может сэкономить годы ошибок в бизнесе и сразу понять, во что вкладывать, время, деньги, энергию. Будет еженедельный разбор ниш, где Алекс будет на реальном примере, на реальном бизнесе, делать подробный анализ с комментариями, с прояснениями, по каждой нише, с цифрами, с показателями. У вас есть возможность участвовать, задавать вопросы во всех онлайн встречах. Получите доступ к материалам библиотеки школы по старту бизнеса, где вы сможете и свой бизнес проанализировать, помимо уроков, получить вот этот фокус правильный, как Алекс говорил, фокус бизнес интеллекта для того, чтобы понять, где, что у вас работает хорошо, что можно улучшить. Есть три варианта или три пакета, то есть три месяца, где 13 ниш мы разберем, 6 месяцев, где 26 и 12 месяцев, где 52 ниши разберем. В чем преимущество годовой программы? Алекс будет отбирать ниши для холдинга, для того, чтобы дальше их развивать. И у вас есть реальная возможность увидеть, как выбирается ниша и как она дальше масштабируется, как она развивается. Поэтому в описании к видео есть ссылочка, вы нажимаете и выбираете для себя пакет. Если вы три месяца берете, 20% скидка. Если шесть месяцев, 30% скидка. Если 12 месяцев, 40% скидка. Менеджер все вам расскажет, объяснит, подробно все вопросы обсудите. Но тем, кто до 25 числа оплатит, вы еще получите три подарка. Мы ранее разбирали несколько ниш. Этот блок получите. Эффективный маркетинг и продажа на максимум. То есть вы свой бизнес сможете с помощью этих инструментов развить в разы, увеличив прибыль. Ну, то есть все те показатели, о которых вы будете обучаться на вот этой программе ниши. Программа стартует 1 ноября. Осталась буквально неделя. У вас есть шанс занять почетное, комфортное место на пути движения к успеху. Я хочу еще дать слово Юрию Солоновичу. Он руководитель всей бизнес-школы и вместе со мной создавал эту программу. Я думаю, что он сможет тоже от себя рассказать, что он думает по поводу этой программы, для кого она, в чем ее смысл, в чем ее важность. Да, всем привет. Спасибо, Алекс. Урок отличный. Классно провел. Вот. Ну, я вообще думаю, что программа, она, на мой взгляд, уникальна. И она, чем уникальна, это вот каждый, кто смотрит, задайте себе вопрос, где, вот где можно, где можно еще разобрать какую-то нишу, поговорить о бизнесе, о видах бизнеса, понять глубоко ее, где можно, где вы можете это сделать. Со своим соседом, который в этом понимает так же, как вы, да? Я думаю, нет. А единственное место, где вот действительно можно глубоко в это нырнуть, понять, понять то, чего невозможно понять, наверное, самостоятельно, да, то это как раз-таки это место. И вот многие хотят, скажем так, найти какое-то окружение, серьезных ребят, с ними подружиться и так далее. Вот есть Алекс, вот есть программы, приходите, задавайте вопросы, и таким образом вы и ближе к Алексу становитесь, и понимаете это, и многие из тех, кто нас сейчас смотрит, они и в партнерстве с Алексом, и работают с Алексом, и много дел делают в различных бизнесах и нишах, в том числе с Алексом. Поэтому, мне кажется, что это единственное место, где вы можете видеть, как Алекс разбирает бизнесы, помогать, поможет, где он будет помогать вам разбирать эти бизнесы, где вы можете со своей идеей какой-то прийти, посмотреть ее на твердость, проверить, получить какие-то комментарии, получить какие-то рекомендации, пойти эти рекомендации сделать и на следующий урок прийти и сказать, вот получилось, ура, либо не получилось, Алекс, что делать дальше, То есть, мне кажется, это единственное место, где можно прогрессировать быстрее и без ошибок, с меньшими, точнее, наверное, ошибками, чем это делать самостоятельно или еще как-то. Я думаю, что, Алекс, если бы тебе было лет, наверное, 25, и ты бы на месте сейчас зрителя был, ты первым делом это записался бы, смотрел это, изучал, и это сэкономило тебе годы твоей бизнес-деятельности. Наверное, те рестораны, которые у тебя есть сейчас в твои годы, они бы были, наверное, ну, в годы 25-летия и так далее, и так далее, сейчас бы был совершенно-совершенно другой уровень. Поэтому, ребят, не тратьте свое время, не натыкайтесь на какие-то грабли, приходите, Алекс разберет, поможет, покажет, и то, что вы вложите в это обучение, сколько оно там стоит, вы окупите это с лихвой. Это 100%, я в этом уверен. Вот полгода назад стартанула программа инвестирования на основе изучения отчетов годовых баффетов. Вот я, ну, так как мы мониторим, мы видим фидбэк от людей, да, вот, как пишут, кто скептически настроен был, кто не скептически. Вот за полгода работы программы инвестирования я вижу, как сам Алекс внедрил столько идей, вот, которые сам же разбирает на программе. Вообще по-другому мыслит, вообще по-другому ведет бизнес, вообще по-другому сейчас, ну, вообще все работает по-другому. Другие инвесторы, другие модели бизнеса, другое вообще все кардинально другое. Вот, и вот сейчас с первого числа стартует программа ниша, пройдет еще через полгода, кто-то вот скептически напишет, скажет, а я и так умный, мне такое ничего не надо. Да, и через полгода увидит, как у Алекс открылось еще одно направление, еще одно направление, еще одно направление. А вы бы могли это сделать вместе с Алексом параллельно, на вот, ну, вот еженедельно работая бок о бок. Либо в своей теме, либо там еще как-то, ну, вот эти все трения, вот эти все зацепки, скажем так, реализация себя через какую-то нишу, какие-то бизнес-партнеры, все это вот складывается, по крайней мере, у меня на глазах и конкретно на вот этих уроках вместе с Алексом. Поэтому, если кто-то раздумывает, стоит, не стоит, точно стоит, то, по крайней мере, жалеть потом не будете. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь, да, ну, или как-то так. Я думаю, смысл вы поняли. Поэтому присоединяйтесь, будет интересно. Конечно, я лично нахожусь на каждом уроке, хотя у меня я жонглирую этими уроками и могу смотреть там их тоннами, но вот программа ниши, я точно буду сам лично сидеть на каждом, впитывать все, что говорит Алекс, записывать и работать дальше, Алекс, вместе с тобой. Тебе большое спасибо, поэтому подключайтесь, друзья. Спасибо, Юра, спасибо, Дима, спасибо, друзья, за то, что мы вместе провели прекрасный вечер. До следующего урока, всем пока. Всем пока. Друзья, наконец-то пришел тот момент, где я принял решение создать программу, которая посвящена одному из самых главных моментов в бизнесе, это правильный выбор ниши. Никто этому не учит, ни в каких книгах я это не читал, но сам благодаря своему 26-летнему опыту в бизнесе я пришел к тому, что если ниша выбрана неправильно, то в ней невозможно добиться больших результатов. Я называю это стрельба из лука, аналогия со спортом, бизнес это спорт. Так вот, если ты выбрал нишу стрельба из лука и стал чемпионом мира, то будешь жить с мамой. Если выбрал футбол и стал чемпионом мира, то мама будет жить с тобой. То есть получается, что для того, чтобы стать чемпионом мира, для того, чтобы стать профессионалом, трудиться нужно одинаково, но общество награждается всем по-разному. Потому что одни ниши более популярны и отклик от клиентов легче, одни ниши очень сложны. И даже можно работать лучше, а зарабатывать в разы меньше. Я этого не знал, меня этому никто не учил. Я разобрался в этом вопросе благодаря всему своему опыту 26-летнему. И сейчас я готов полностью выложить все эти знания вам, разложить большинство ниш по косточкам, объяснить, что вас ждет в каждой из этих ниш. Если вы научитесь работать хорошо, сколько вы сможете заработать, какая капитализация может быть компанией. Поэтому это невероятно важный, полезный, интересный курс. Если бы эта программа существовала, когда я начинал в бизнесе, и даже, может быть, через 10 лет после того, как я начинал, и, может, даже через 15 лет после того, как я начинал, я бы 100% ее бы обязательно прошел эту программу. Поэтому я вам настоятельно рекомендую пройти эту программу. Тогда выбор ниши у вас будет осознанным. А это очень многое решает. Неправильное одно решение, выборы ниш, потом огромное количество усилий, и нет результата, и нужно опять начинать с нуля. Поэтому присоединяйтесь. Начало программы 1 ноября. Жду вас на уроках. Время – это ресурс. А для того, чтобы заработать миллион, нужны не ресурсы, а ресурсность. Ресурсность – это внутренняя сила. Внутренняя сила плюс знание дают тебе очень большую ресурсность, и дальше ты можешь уже с этой ресурсностью заработать миллион. Ты привлечешь деньги. Денег намного больше, чем ярких людей и ярких идей. Намного больше. Если мне нужны деньги, например, для какого-то проекта, инвесторы, у меня ни разу не было, чтобы я не находил денег, самую большую сумму – 120 миллионов долларов. Проект, идея, я убедил инвесторов – 120 миллионов долларов. У всех людей есть какая-то, почти у всех есть сумма, которую они сами не могут создать бизнес, но готовы инвестировать. Если в тебя не инвестируют, значит, просто они не считают, что ты действительно можешь это построить. Если у тебя будет знание на 10, внутренняя сила на 10, 10 умножить на 10 равно 100. Типичный человек, который сейчас слушает этот урок, у него знание на 1, внутренняя сила на 2. 1 умножить на 2 – 2, а есть 100. Либо знание на 2, внутренняя сила на 3. 2 на 3 равно 6, а надо 100. Поэтому нужно работать над знаниями плюс внутренней силой. Почему? Потому что внутренняя сила не позволит тебе просто знать. Не позволит. она заставит твои знания пойти и делать. А те, когда ты начнёшь знание в действии, то у тебя появится опыт. Не просто знание плюс действие равно опыт. Вот опыт плюс внутренняя сила даст тебе любых результатов. Но внутренняя сила, ещё раз повторяю, знание заставит действовать. У кого есть знание, но нет действия, это значит внутренняя сила. Энергии не хватает. Нет страсти достаточно. Нет шила в одном месте. Друзья, я хочу с вами поделиться моей самой заветной мечтой. Я хочу создать огромный холдинг. Он называться будет X100. В него будет входить 100 компаний, каждый из которых станут большой. Поэтому сейчас я в процессе выбора вот этих перспективных масштабируемых ниш. и вы можете присоединиться к этому процессу, чтобы вместе со мной искать самые перспективные ниши. Присоединяйтесь к моей новой программе «Ниша». И мы будем строить капиталистическое общество вместе. сumbs знаете. Продолжение следует... И мы不行! Продолжение следует...